Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Практически круглосуточно мы находимся на связи с каждой семьёй военнослужащих, призванных в ходе частичной мобилизации в городском округе Люберца. Глава округа выступил с отчётом перед жителями. В детской площадке, она вся бурьяна, за раз-два, без освещения. Это частный сект? Да. В Октябрьском состоялась встреча с жителями в формате выездной администрации. В дальнейшем здесь будет засыпано всё песком, установлены мафы, лавочки, урны, будет благоустроенная территория около воды. На каком этапе благоустройства парка «Лесная опушка» смотрите в выпуске. Я очень много головы забил в моей команде с 5 лет. На стадионе «Урожай» провели слёт воспитанников спортивных школ округа. А теперь подробнее об этих и других событиях. Глава Люберец Владимир Волков выступил с отчётом перед жителями городского округа. Он подвёл итоги проделанной работы за 2022 год и обозначил главные задачи на ближайший период. Обо всём подробнее наш следующий сюжет. Первая тема отчёта главы специальной военной операции. Более 400 семей бойцов СВО находится под опекой администрации городского округа. Владимир Волков подчеркнул, что забота о жёнах, детях и родителях защитников сегодня – приоритетная задача. «Практически круглосуточно мы находимся на связи с каждой семьёй военнослужащих, призванных в ходе частичной мобилизации в городском округе Люберца. Встречаемся и обсуждаем вопросы, с которыми сталкиваются сейчас многие семьи, чьи близкие защищают родину. Как показывает практика, проблем возникает немало, и у каждой семьи они свои. Поэтому наша главная задача сегодня – максимально оперативно их решать». Основа выполнения всех социальных обязательств – стабильная экономика. За год в городском округе создано более трёх тысяч новых рабочих мест. Количество жителей со статусом безработный снизилось на третий. На начало этого года составило 703 человека. Несмотря на внешнее давление и санкции, в Люберцах реализуются 83 инвестиционных проекта. «По абсолютному значению объёма инвестиций в основной капитал городской округ Люберцы входит в первую пятёрку муниципалитетов. Количество субъектов предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, увеличилось на 7%. И на конец 2022 года составило почти 21 тысячу. Это один из лучших показателей в Московской области». Положительная динамика отмечается в каждой сфере. За год в городском округе открыто пять палисадиков на 400 мест. В сентябре начнут свою работу четыре новых детских сада и школа на 825 мест. Активно идёт строительство и медицинских учреждений. В Люберцах открылся первый в Подмосковье мамологический центр. Распахнула свои двери новая детская поликлиника. Ожидается открытие станции медицинской помощи. «В рамках президентского проекта здравоохранения и при поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва стартовали работы по строительству долгожданной поликлиники на 500 посещений в смену в посёлке Октябрьский. Это будет просторное, современное, комфортное учреждение, которое смогут посещать и взрослые, и дети. Завершить строительство планируем в 2025 году. В 2026 поликлиника откроется после получения лицензии». В завершении своего доклада Владимир Волков пригласил жителей городского округа на празднование 400-летия Люберец. В этом году День города будет проходить два дня – 1 и 2 сентября. «Я приглашаю всех люберчан отметить юбилей нашей малой родины. Главное её достояние – это люди. Талантливые, искренние, болеющие за свой край. Именно их энтузиазм и неравнодушие сегодня вселяют уверенность, что наш округ станет ещё уютнее и комфортнее. Я искренне желаю всем люберчанам оптимизма, успеха в труде, на благо родного округа. Вместе мы сила. Спасибо». Еженедельное оперативное совещание провели в Люберецкой администрации. О работе, проделанной за минувшую неделю, отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. За прошедшую неделю в Люберецкую полицию поступило 2100 обращений. Возбуждено 24 уголовных дела, 20 – раскрыто по горячим следам. За отчётный период в округе произошло 135 ДТП. Трое пострадавших, есть погибший. Совершено одно убийство. «Следственный комитет возбудил уголовное дело по убийству. Также у вас выжжено по подрядной организации 322-й с значком 1 за то, что незаконно проживали узбеки и так далее. Я ищу всех здесь сидящих, предупреждаю, что если у вас будут работать нелегальные граждане ближнего СНГ, также будут проводиться проверки по статье 322-й, где вы принимаете нелегалов, где вы их не оформляете». Аварийных ситуаций на объектах тепловода и электроснабжения не зафиксировано. В ежедневном режиме ведутся работы по содержанию контейнерных площадок, детских игровых комплексов и дворовых территорий. «На сегодняшний день у нас из 719 дворовых территорий 659 территорий приняты в полном объёме. Не сдано у нас 60 территорий. У нас основные вопросы по неприёмке дворовых территорий – это содержание бородюрного камня, содержание информационных стендов и также у нас это наличие сухостоя на дворовых территориях». Продолжается благоустройство территорий около шести железнодорожных станций – от Ухтомской до Малаховки, где пройдёт третий московский центральный диаметр. По просьбам жителей здесь проложат пешеходные дорожки, произведут озеленение, увеличат количество парковочных мест. На совещании обсудили вопросы содержания автомобильных дорог и остановочных павильонов, опиловку аварийных деревьев, покос травы. Узнали об очередных спортивных достижениях люберчан. В Люберцах прошло заседание Совета депутатов. Народные избранники приняли решение по ряду вопросов. Тема продолжит Богдан Колесников. В состав муниципальной собственности включили 23 автомобильные дороги общей протяжённостью 6,5 километров. Их выявили в процессе инвентаризации в населённых пунктах Красково, Малахов, Катомилино, Егорово, Марусино, Машково и Чкалово. Это позволит надлежащим образом организовать их содержание и эксплуатацию. Документы установлены в порядке согласованности и замечания предложений. Также в собственность городского округа Люберцы переданы сети холодного водоснабжения и сети водоотведения, которые проходят по территории городка А. Данные имущества после того, как будет принято муниципальная собственность, будут переданы единым гарантирующей организацией, которым является Люберецкий водоканал. Соответственно, средства на содержание и текущий ремонт данных сетей будут затрачены со средств Люберецкого водоканала. В рамках тарифов связано с содержанием данных сетей, утвержденным для них комитетом по ценным тарифам Московской области. На заседании обсудили изменения в положении об общественной палате городского округа Люберцы, а также в генеральный план муниципалитета. Будут откорректированы границы деревни Пихорка и поселка Октябрьский, предусмотрят расширение Новолюберецкого кладбища. По всем вопросам решение принято единогласно. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Каждый месяц на территории городского округа Люберцы проходят встречи с жителями. На этот раз воездная администрация работала в Октябрьском. Местом собрания стала школа номер 53. С какими вопросами жители поселка обратились к властям и какие на них получили ответы, расскажем в следующем сюжете. Диалог с сотрудниками администрации в режиме ТЭТАТЭТ проводят уже около двух лет. Такой формат позволяет обрабатывать больше вопросов. Жители обращаются непосредственно к профильным заместителям или лично главе городского округа. Детская площадка, она вся бурья, не заразла, без освещения. Это частный сектор? Да. Задать вопрос на таких встречах можно и представителям управляющих организаций. Поселок Октябрьский обслуживает компания «Содействие». У жительницы дома 10, а на улице 60 лет Победы Екатерины Морозовой вопрос по поводу капитального ремонта МКД. Нам ответили, что все в процессе, что уже согласование произошло от этого капремонта. Сейчас уже ждут выделения средств на капремонт. Дом большой, поэтому средства нужны соответствующие. У блока строительства прозвучал вопрос о возведении новой поликлиники для детей и взрослых на 500 посещений в смену. Получила вполне такой обширный ответ. В настоящее время проходит экспертиза проекта. И она будет проведена в установленные сроки, где-то в конце июля месяца. И продолжится строительство. На вопросы жители ответили представители всех сфер жизнедеятельности округа. Каждое прощение или пожелание, поступившее на встречи, сотрудники администрации взяли в работу. Луиса Эгия, Зарян Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. 22 июня 1941 года. Именно с этой даты началась Великая Отечественная война. 82 года прошло с того страшного дня, но наша память опять возвращает к тем суровым годам. На памятном митинге, который привели в Люберцах, у Вечного огня побывал наш корреспондент. Великая Отечественная война продлилась 1418 дней и ночей. За это время она унесла жизни более 26 миллионов советских граждан. Если объявить минуту молчания отдельно по каждому погибшему, весь мир погрузится в тишину на 50 лет. Самое плохое – это война. Хужего нет, когда люди убивают друг друга. Надо уметь договариваться, надо уметь жить в дружбе, в любви, в ответственности. За мир надо бороться так же, как и за любовь. Пусть будет мир во всем мире. Каждый год 22 июня местом притяжения Люберчан становится мемориальный комплекс «Вечный огонь». Здесь собрались люди, которые знают о войне не из учебников по истории и не с рассказов очевидцев. Полина Константинова – девочка блокадного Ленинграда. Ей было два года, когда немецкие захватчики окружили город на Неве. Прошло 82 года, но память о тех событиях до сих пор жива. Мы только глазами смотрели, если нам что-то надо. И глазами привыкли разговаривать. Это не только для меня памятный день. Это памятный день для всего русского народа и не русского, всего нашего государства, кто понимает цену жизни. И я хочу, чтобы никогда народ не знал такого горя больше. Люберчане почтили память павших героев минутой молчания и возложили цветы к мемориальному комплексу. Не было нигде такой семьи, что не погибал его близкий человек на войне. Это для нас день в скорби, потому что у меня там воевал дедушка. Правда, я его не видел, он всего лишь на фотографиях. Война оставила след в судьбе каждой семьи. Герои живы, пока жива память о них. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах открылась областная патриотическая выставка «Лица героев». На главной аллее Центрального парка разместили портреты и фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, а также участников специальной военной операции. Инициаторы проекта – Московское областное отделение партии «Единая Россия» и региональный штаб «Молодой гвардии». Воплотить идею в жизнь им помогла администрация городского округа Люберцы и детская художественная школа. 19 портретов. 19 историй и человеческих судеб, сквозь которые прошла война. Авторы этих работ – преподаватели и воспитанники детской художественной школы. Они написали портреты героев 9 мая, во время праздничного концерта, посвященного Дню Победы. У нас была натура, но, естественно, так как люди пожилые, мы где-то что-то дорабатывали по фотографии, но в основном мы работали с натурой. Главное – это отметить тех людей, которые дошли до нашего времени, и подарить им свое уважение в лице нашего творчества. Созданные портреты подарили фронтовикам и их семьям. А из оцифрованных копий и архивных фотографий ветеранов организовали выставку под открытым небом. На торжественное открытие пригласили героев, которые изображены на стендах. Я даже не помню, где нас фотографировали, но уже у меня вот ранение, видите? Да, да, да. Но не ефрейтор. Еще пока что, да? Да, еще не ефрейтор. Вы позже станете. Молодцы. Только я вот что могу сказать. Доволен. Все спасибо большое. Чтобы они были грамотны, умны и не допустили войны. Молодежь. Вот мой совет молодежи. Открытие патриотической уличной выставки лица героев состоялось в памятный день – 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Как говорят, война – это продолжение политики. И, к сожалению, политика Европы привела к такому жесточайшему кровопролитию. Мы потеряли более 27 миллионов человек. Мы сегодня сможем окунуться в эту историческую память, вспомнить наших героев. Тогда не было телефонов таких, не было радио. Был один громкоговоритель на весь город Осташка. И вот на этом базаре передают, что началась война. И мы все решили, что нам надо идти только в армию. Но так сложилась судьба. И мы проголосовали и решили, что завтра идем в военкоманд. «Лица героев» – это проект, где наглядно отражена тема преемственности поколений. В одном ряду с седовласыми ветеранами молодые бойцы, которые ценой собственной жизни встали на защиту Родины. На выставке представлено пять портретов участников СВО. Уиза Иги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В День памяти и скорби в городском округе Люберцы состоялось еще одно важное событие. В поселке Томилино открыли постамент, посвященный участнику Великой Отечественной войны, герою Советского Союза Анатолию Лапсу. На торжественном мероприятии побывали и мы. С именем Анатолия Александровича Лапса в поселке Томилино связано многое. В его честь назван корпус 18-й гимназии, бывшая школа номер 14, в которой в свое время учился герой Советского Союза. Рядом с учебным заведением – парк, который также носит его имя. Теперь о подвиге легендарного летчика-бомбардировщика будет напоминать и мемориальный камень, установленный здесь же. Анатолий Александрович ушел из жизни в 25 лет. Я так думаю, с колокольни взрослого человека – это еще мальчишка. А война, как говорят ветераны, война очень быстро закаляет, люди очень быстро взрослеют, мудреют. И мы, конечно же, гордимся, что наш земляк Анатолий Александрович в свое время воевал с честью, погиб, к сожалению, удостоен звание Героя Советского Союза. И сегодня, я думаю, что абсолютно справедливо, что сегодня в этом месте мы открываем этот мемориал. На открытие мемориала пришли жители Томилина, представители ветеранских движений. Героического земляка некоторые из них видели лично. Я была совсем еще маленькая, когда Анатолий Александрович с мамой переехал сюда, в Томилино. Я знаю, где он жил. Барак номер три. Бегали по поселку. Ну, видели. Приезжал какой-то молодой человек к маме в форме. Ну, кто это был? Мы тоже ведь этого не знали в свое время. Началась Великая Отечественная война. Он ушел на фронт, А мама работала здесь, в одном из цехов, который делал лыжи для фронта. И я очень благодарна нашим депутатам, которые откликнулись на просьбу нашу Совета ветеранов и сделали такое прекрасное дело. Сразу после того, как с мемориала сняли белое полотно, памятник Анатолию Лапсу усыпали цветами. На гранитном камне табличка с портретом героя и изображением его боевой машины, на которой он совершил 184 успешных вылета. Луиза и Геозарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В округе провели организационное заседание Попечительского совета и Ливерецкой прессы. Совет призван объединить усилия предпринимателей, депутатов и общественных организаций для поддержки местной прессы. Идея создать общественный совет, который будет оказывать содействие и поддержку местным печатным изданиям, родилась на заседании Ливерецкого отделения Союза журналистов России. Инициативу поддержали сразу. У нас сегодня четыре газеты в округе. Это «Ливерецкая панорама», «Ливерецкая газета», «Ливерецкий округ» и «Малаховский вестник». И необходимо поддержать в связи с тем, что происходит определенная реформа в Подмосковье СМИ. С этой целью Союз принял решение создать рабочую группу. В нее вошли члены Союза журналистов Галина Талалаева, Сергей Черкашин и Дмитрий Кристинин. Были проработаны организационные вопросы и создан Попечительский совет. В его составе люди разных профессий. Председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышева, почетный гражданин Люберецкого района Вячеслав Глазков, председатель общественной организации «Дети войны и память» Ольга Поликарпова, члены общественной палаты округа Александр Рожников и Наталья Феоктистова. Средства массовой информации – это всегда было очень важно, очень необходимо. И сейчас народ ищет возможность получения этой информации. Поэтому мы должны идти вперед. Мы должны помочь людям получать эту информацию. Я уверена, что в Люберцах мы создадим такой формат участия общества в формировании повестки. Потому что если отдать вот эту задачу просто блогерам, то тогда общественно значимые темы окажутся просто за бортом. Но ответственные граждане Люберецкого сообщества не должны и не могут оказаться в стороне от формирования этой повестки местных медиа. Вот я вижу миссию Совета в этом. В состав Совета вошли 12 человек. Президент Союза промышленников и предпринимателей городского округа Люберцы Сергей Шатилов избран председателем. Первое рабочее заседание Совета проведут в июле. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал НРТ. Медицинские работники городского округа Люберцы приняли поздравления с профессиональным праздником. В зале картинной галереи состоялось торжественное собрание, где чествовали врачей и медсестер. Наш корреспондент побывал на мероприятии. Сегодня они не в белых халатах и на время отложили свои заботы. В адрес людей, которые стоят на страже здоровья, часто поступают слова благодарности. И день медицинского работника. И еще один повод сказать спасибо за нелегкий труд и порой бессонные ночи. Ваша работа бесценна, так же, как и жизнь, здоровье людей, которым ежедневно вы дарите возможность смотреть на новый день. Я желаю вам здоровья, успехов и мира. Спасибо вам за ваш труд. Я могу сказать искренне всем спасибо, благодарность, вероятный низкий поклон всем вам за ту работу, которую вы делаете. Я вам скажу, особенно 20-21 год пандемии показало, что, оказывается, без врачей и прожить то нельзя. Ваша работа, она благородная, она необходимая, она крайне важна. Пять сотрудников учреждений здравоохранения получили жилищные сертификаты на однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Врачи и медсестер городского округа Люберцы наградили знаками отличия, а также почетными грамотами и благодарственными письмами различных уровней. Очень хороший концерт, вообще так все хорошо организовано, мы очень рады. Спасибо огромное и всех своих коллег. Хотелось бы поздравить с этим праздником замечательным. На самом деле, вот прям эмоции переполняют. В городском округе Люберцы 11 учреждений здравоохранения, в которых трудится 3750 медиков. Среди них есть заслуженные врачи Российской Федерации, заслуженные работники здравоохранения Московской области. А белый-белый галата, службе своей выберны, светлых больничных палаток, жизнь нам спасаете вы, жизнь нам спасаете вы. В городском округе работает уникальное предприятие, на котором разрабатывают, производят и внедряют системы для диагностики железнодорожной инфраструктуры. Компания «Твема» основана 34 года назад. В 2019-м ее филиал открыли в Люберцах. Подробнее в репортаже нашей съемочной группы. Это предприятие полного цикла производства. Листовой материал раскраивают, сваривают и отправляют на покраску. В компании работают около ста человек. Большинство из них – жители округа. Электромонтажник Алексей Татаринцев занимается сборкой и установкой оборудования на диагностический комплекс. Занимаюсь расключением шкафа индивидуальных нужд. Это свет, соответственно, отопление бытовое, все приборы и все остальное. Ну и последовательно будем подключать все остальное. Весь локомотив занимаемся именно по электрике. На комплектацию одного вагона уходит не менее месяца. Передвижная лаборатория выполняет несколько функций одновременно. Каждый вагон оснащают по индивидуальной схеме. Диагностический комплекс инфраструктуры состоит из вагона дефектоскопа, скоростной пути обследовательской станции, вагона контроля параметров средств, железнодорожной автоматики и телемеханики. Это уникальная компания, единственная компания в мире, которая занимается обследованием, сканированием железнодорожных путей, путей, контактной сети, скоростью которой идет лаборатория. Это целый огромный состав. Это 140 километров в час. Любые аналоги мировые, американские, европейские, не превышают скорость 60 километров. Компания работает везде, работает в Европе, работает в Индии, в Китае. Изделия с маркой Твема составляют три четверти общероссийского парка мобильных средств в диагностике и более 50% в странах СНГ. В поселке Октябрьский продолжается благоустройство парка «Лесная опушка». Работы проводятся в рамках программы формирования комфортной городской среды, проекта «Парки в лесу» и при личной поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. На каком этапе создания новой зоны отдыха узнаем в нашем следующем сюжете. Идет вот эта тропиночная сеть, вот крут этот, идет до Латкаринского шоссе, правильно? И эта правая сторона уходит в лес, вот с тропиночной сетью, с освещением. Совместно с представителями рабочей группы и подрядчиками Владимир Волков еще раз подробно изучает проект благоустройства парка «Лесная опушка» при создании новых зон отдыха мнений и пожеланий жителей в приоритете. А туалет что там рядом? Туалеты тоже будут, да. Она не так далеко будет отдалена от центральной части. Ну понятно, что вглубь, чтобы жители, детишки здесь на площадках, не запах вот этот, да, там жареного ничего не было, чтобы жителям не мешало. По просьбам жителей в рамках благоустройства парка очистят лесное озеро. Сейчас вокруг водоема убрали аварийные деревья и сухостой. Избавляют от мусора береговую линию. Впереди очистка самой водной глади. В дальнейшем здесь будет засыпано все песком. Установлены мафы, это лавочки, урны. Урны будет благоустроенная территория около воды. Видовая такая площадка. На территории парка сейчас выполняют земляные работы. Идет подготовка к созданию пешеходно-тропиночной сети. Дорожки для пеших прогулок сделают из природных натуральных материалов. Гранитного отсева и утрамбованного грунта. В первый этап благоустройства лесной опушки, который завершится уже к концу лета, входит детская игровая площадка, многофункциональные зоны для отдыха и занятий спортом, а также система безопасный город и освещение. В Люберцах прошла экологическая акция партийного проекта «Единой России» «Чистый лес». На территории Малаховского лесничества собрались люди, которым не безразлично состояние окружающей среды и кто готов внести вклад в сохранение и развитие зеленого фонда. Музыка и песни для рабочего настроя. Участники акции вооружаются мешками и перчатками. Для уборки леса все есть. Главное – желание. Наш лес – это наша жизнь, наш воздух, наше здоровье, в конце концов. А если он будет загрязненный, то у нас и здоровье будет загрязненное. «Чистый лес» – это реализация национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов». Акция стартовала в мае и рассчитана на три года. Комитет лесного хозяйства Московской области выделил 20 площадок по всему региону, где в этом году пройдет массовая уборка. Среди них оказался и участок Малаховского лесничества. Мы хотим очистить от мусора, убрать валежник, убрать валяющиеся ветки и вообще сделать нашу природу комфортной для наших жителей. У нас тут работает сразу дробилка. Мы, не уезжая из леса, не нанося экологический урон, дробим деревья на месте. С точки зрения мусора – нет, загрязненные. А с точки зрения сухостоя, старых деревьев – да, есть. И достаточно серьезное такое. Вот хорошо, лесники нам помогают. Они сейчас большие сухие деревья пилят на части, и мы их вытаскиваем. Но это такое серьезное мероприятие. Но я всем советую, в субботу лучшей зарядки нет. Еще используй для общества. В акции «Чистый лес» приняли участие более 100 человек. Результатом их работы стало 8 кубометров собранного мусора и 50 кубометров передробленной древесины, которую отправят на дальнейшую переработку. Луиза и Гязарян, Сергей Гвоздев, Телеканал ЛРТ. Открыли еще одну современную детскую площадку по программе губернатора Московской области. Игровой комплекс установили во дворе дома номер один на Парковой улице. На праздники открытия побывали и мы. Губернаторской программе по установке больших детских игровых площадок исполняется 10 лет. За это время в Подмосковье установили более 1400 игровых комплексов. У каждой площадки свой стиль. На Парковой улице она выполнена в тематике физика и предназначена для детей разных возрастов. Мне тут очень нравится. Как только пришел, сразу начал везде бегать. Мы очень долго ждали этой площадки. На игровом пространстве площадью 300 квадратных метров каждый ребенок найдет себе развлечение по душе. Качели, карусели, горка, спортивные элементы ждут ребят. Были только качельки, а сейчас поставили столько всего, что можно даже играть до вечера. Мне нравится паучинка. Вот это, он качельки. Площадка оборудована ударопоглощающим резиновым покрытием, безопасными и удобными игровыми элементами, предназначенными для физического и интеллектуального развития детей. За безопасностью следят видеокамеры, которые подключены к системе «Безопасный регион». Площадка нравится, большая. Долго ждали. Дети все довольны. Все устраивает. Очень рады. Поздравить ребят с открытием детской игровой площадки приехал голова округа Владимир Волков. Программа губернатора работает в нашем городе. У нас семь площадок в этом году. Ребята, вы рады тому, что площадка построена? Чувствуется рады. А то, что каникулы начались. До конца лета в округе откроют еще три детские игровые площадки по губернаторской программе на Октябрьском проспекте в Люберсах, Краскове и Марусине. Богдан Колесников, Денис Угольников, Телеканал ЛРТ. Даже летом не расстаются со школой. Три общеобразовательных учреждения городского округа стали участниками регионального проекта «Умные каникулы». Весь июнь воспитанники школ и гимназий посещают образовательные, патриотические, культурные и спортивные мероприятия. Как проводят лето ученики 55-й школы, покажем в сюжете. Моя звонок прозвучал и учебный год официально объявлен закрытым. Но в 55-й школе по-прежнему слышны детские голоса. В этом году общеобразовательное учреждение выиграло грант на реализацию регионального проекта «Умные каникулы». Первый месяц лета более 500 детей проводят в своей школе. Вы, значит, в течение всего учебного года хорошо учились, хорошо, наверное, кушали, занимались спортом. Это так? Да! Вот поэтому вы и стали победителями. И сегодня вам такая возможность предоставлена уже в начале лета встречаться друг с другом, несмотря на то, что это летние каникулы. Ребята очень активные занятия. У них проектная деятельность, игровая технология используется. Ребята знакомятся с различными отраслями нашего городского округа Люберцы. Ребята увлечены в занятия по биологии, географии, истории, краеведению, в спорт активно вливаются. Но «Умные каникулы» – это не обычные уроки, а увлекательные занятия на свежем воздухе. Дети не сидят за партами и не получают оценки. Здесь только творчество, новые впечатления, знания и знакомства. Здесь очень интересно. У нас проходят увлекательные занятия спортом. Я с удовольствием вхожу на трек «Юный журналист». Особенно мне нравится ездить на экскурсии. Так я посетил парк «Патриот». Это было здорово. В игровой форме дети узнают больше о родном крае, об интересных исторических фактах и знаменитых людях, которые оставили свой след в истории Люберец. Особое внимание уделяют достопримечательностям и уникальным предприятиям городского округа. В городском округе Люберцы, в поселке Томилино, есть научно-производственное предприятие «Звезда». Оно основано в 1952 году. В проект «Умные каникулы» вовлечены все классы, кроме первых и выпускных. Помимо 55-й школы, участниками региональной программы стали 16-я гимназия и инженерно-технологический лицей. Луиза Игия Зарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. С 1 июня в 27 школах Люберец открылись летние городские лагеря. Ребята здесь проведут 21 день. Как проводят время в лагере при 27-й школе, расскажем в сюжете. Скучать воспитанникам школьного лагеря «Юный путешественник» некогда. Каждый день для них организовывают развивающие игры, творческие конкурсы и занимательные задания. У нас в лагере очень весело и интересно. Все начинается у нас с динамической зарядки по утрам. Сегодня у нас был модный приговор. Воспитанники вместе с воспитателями создавали с помощью подручных средств какие-то костюмы, наряды. На пришкольном участке спортивные эстафеты, танцы под зажигательную музыку и шоу мыльных пузырей. Мы весело играем, дружим. Я завела очень много друзей. И мне очень нравится, вкусно кормят. Мне все здесь нравится. В лагере работают кружки рисования, музыки и технологии. После развлекательной и образовательной программ «Вкусный обед». Каждый день разные блюда. Я ребят поспрашивал, как вас кормят. Они все радостные. Они просто улыбки, счастья. Что здесь очень вкусно. Спрашивают, добавку просим. Да, добавку просим всегда. Дают и дают. Здесь люди добрые. Лето для того, чтобы можно было ребятам отдохнуть, набраться сил. И идти в школу 1 сентября уже с силами, где-то с новыми знаниями. Потому что они здесь в том числе знания приобретают. В летнем лагере при 27-й школе 120 человек. Всего в городских лагерях Люберецкого округа отдыхают 3,5 тысячи детей. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. На стадионе «Урожай» состоялся слет воспитанников спортивных школ городского округа. Это ежегодный праздник, который объединяет представителей детских футбольных клубов и команд. С его организаторами и участниками пообщались мои коллеги. Футбольный сезон в самом разгаре. Сегодня стадион «Урожай» принимает 17 детских команд со всего городского округа. Более 200 юных спортсменов соревнуются в двух возрастных категориях. В то время как одни игроки на поле, другие в перерыве не сидят без дела. Они принимают участие в неких конкурсах футбольного мастерства. Это жонглирование мяча ногой, это полоса препятствий. Ну и соответственно лучший пенальти самый меткий футболист по ударам, по воротам. Проводить летом большой футбольный праздник уже стала традицией. С каждым годом масштаб слета воспитанников спортивных школ растет. Ведь футбольные клубы городского округа с радостью принимают новых и начинающих спортсменов. Я очень много головы забил в своей команде с 5 лет. В футбол я люблю играть, потому что футбол это мое занятие. Очень много маленьких деточек, которые играют. Это круто. Мне очень понравилось здесь находиться, играть. Два раза мы сыграли. Сначала сыграли в ничью первую игру, вторую игру выиграли 3-0. Для лучших команд и игроков организаторы слета подготовили кубки и специальные памятные сувениры. Луиса Эгия, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Воспитанников детского сада «Светофорик» будут учить правильно чистить зубы. В дошкольном учреждении заработал кабинет профилактики полости рта. Такая практика в Московской области применяется впервые. На торжественном открытии кабинета побывали и мы. Покажи, пожалуйста, как ты почистила зубки. Покажи, открой ротик. Вот, посмотри, у тебя зубки немножечко, да, окрасились красный цвет. И язычок, покажи, как язычок окрасился. Значит, где-то в полости рта еще остались бактерии. А как сделать, чтобы бактерии исчезли, покажут и научат прямо здесь. Теперь в расписании этих малышей еще одно занятие – гигиена полости рта. Правильно ухаживать за зубами будут учить воспитатели, а врачи периодически проводить профосмотры. Уникальный этот проект, потому что это на базе детского садика было создано. И самое главное, что это не требует дополнительного медицинского лицензирования. Это тесное взаимодействие медицины и образования дало возможность организовать этот кабинет. Это первый проект, такой пилотный проект. И их опыт, конечно, мы будем тиражировать и множить по всей Московской области. Этот маленький кабинет выполняет еще одну важную функцию. С помощью него дети самого раннего возраста привыкнут к посещению стоматолога и не будут бояться этих визитов. Думаю, что открытие проекта в детском садике «18 светофорик» положит начало открытию таких же кабинетов во всем других наших детских садах и школах. Надеемся, что в связи с открытием такого замечательного кабинета мы будем только радоваться здоровью наших деток и ни в коем случае не будут их омрачать зубные болезни. Взрослые не все умеют правильно чистить зубы. Вот мы решили, что вы, дети, будете учиться у нас, у воспитателей, то есть у нас, у стоматологов, потому что мы-то знаем, как правильно бороться с зубными мострами, да, а потом вы будете помогать своим родителям и своим родителям рассказывать о том, что у стоматологический кабинет не страшный. Зубы необходимо беречь с молоду. Теперь с помощью этого кабинета воспитанники 18-го детского сада точно узнают путь к красивой и здоровой улыбке. Как повысить финансовую грамотность населения, разобраться в эффективном распоряжении своими накоплениями и приумножить их? На все эти вопросы можно получить ответы, тренируя финансовое мышление. Именно поэтому Центр продюсирования «Медиаэффект» запустил еще один проект, в котором учат жителей планировать бюджет и контролировать свои доходы и расходы. На игре «Денежный поток», которую провели в бизнес-центре «Партнер», побывали мои коллеги. Только вы можете покупать акции в любом количестве по этой цене. Каждый может продать по этой цене. Какая цена? Цена сегодня один доллар. Игру «Денежный поток» разработал предприниматель Роберт Киосаки. Ее основная цель – научить управлять финансами и пассивно зарабатывать, имея небольшую первоначальную зарплату. Достойный жизненный уровень возможен лишь при высоких доходах, поэтому единственный вариант победы – переход с крысиного бега, так называется первый круг игры, на скоростную дорожку. Можно планировать на игре, разбираться, как правильно заниматься с деньгами своими, как правильно их тратить, знать, что есть какие-то моменты неожиданные, когда есть какие-то траты непредвиденные, их надо успеть покрыть. Можно понять, как деньги вкладывать, чтобы получать доход, независимо от твоей зарплаты, которая постоянно капает. Надо и детей этому учить, потому что реально правильно обращаться с деньгами. Правильно? На игре можно потренировать то, чтобы потом использовать всю оставшуюся жизнь. Игра очень азартная, и что не может не порадовать, в первый час игры удалось приобрести ценных бумаг в количестве тысячи штук и четырехкомнатный многоквартирный дом. Захватывает возможностями обширными, которые предоставляются в процессе игры и, так скажем, приближают идеи, мысли, наверное, к реальности. Игра «Денежный поток» тренирует денежное мышление, учит игроков эффективно распоряжаться своими накоплениями и их приумножать. Если грамотно распределить средства, в ходе игры участники могут приобрести свой бизнес, успешно его развивают, реализовывая свои мечты. Можно вложить так, что потом обанкротится, а можно вложить так, что ты приумножишь, и в конце концов ты заработаешь хорошее количество денег, у тебя появится бизнес. Эта игра, можно сказать, реалити, она очень хорошо продумана, и люди, которые в неё играют, они накладывают на свою естественную жизнь вот те процессы, которые с ними происходят в этой игре. Участником игры может стать каждый по предварительной записи. Для этого нужно позвонить по телефону, указанному на экране, или отсканировать QR-код. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершён. Ещё больше подробностей смотрите на нашем сайте ЛРТ.ТВ или в социальных сетях. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok